вот первый взгляд более-менее нормальный на это на эти скалы на кусочек видно уже несколько дворцов этих несколько домов этого каменного города вот это живописная группа слева явно бабушка сидит на лёха говорит что на чем на чем да на чем смотрит эта семья и венка перед чумом ямбука и однако ходить не надо вот каменный город в долине реки шампур на 1 микро и 2 микро и 3 микро и 4 микро и вот каменный город 3 микро и как раз ходит ее состав и плюс еще два по краям и плюс еще стена но ее не видно из этой точки для нее мы никак не дали вот и разгадка этих каменных статуй это говорят люди превратились камень из-за того что здесь много урана вот видно следы шурфовочных канав которые били разведчики видимо взрывали это зимовье которое мы видели разрушенным первым это был склад на взрывчатых веществ дорога городу бродяг вся усеяна обломками бивнями мамонтов обломками старых деревьев китрача город гостей встречает стражник фигура 1 первый микрорайон еще не успели дать ему название несколько многоэтажных высотой с девятиэтажкой сейчас мы зайдем внутрь посмотрим там наверняка должны остаться знаки отметины может быть следы поклонения все таки эти фигуры на большом расстоянии следующее сооружение монументально этого микрорайона какая-то очень грустная женщина которая глядит прямо на север но это однако будет покруче чем алханайские скалы там есть какой-то проход сейчас мы туда направимся о а там уже алексей как это он успел сперед меня попросить ребенок прислонился к матери ворота счастья проходим с севера на юг если пройти через ворота счастья мы выходим за небольшую террасу вот налет желтый на камах похожий на соленую рамку может где-то вышайник ветер сильный через ворота двигаемся следующим объектом отдельно стоящий жилой комплекс ворота интересно как сложен они полосами да слоями да нет это не лава ну все ворота последние группы скалы время уже к вечеру как бы нам успеть до темноты вернуться в промежуточный лагерь вот эти два брата третья группа скал это те которые мы прошли и там на горизонте видны остальные микрорайоны на склон никаких следов каменной жереби не замерлено если не считать таких кругов но различные тайны хотела дверки проход сейчас я сделаю вот вот ну здесь спокойно можно на ночь разместиться в принципе от дождя тут обитали видимо какие-то птички в остатке бабочек там живет какой-то хищник все это сложено слоями похоже на гранит вот 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 чтобы обойти только один этот микрорайон понадобится на целый день можете убедиться сколько места он занимает сколько скал здесь расположен останцов какой-то осьминог или скальное чудовище опутало одну из стенок тут можно ходить по этим дворцам целый день у нас к сожалению время заканчивается но к вечеру надо вернуться в лагерь сварили чайок из ревеня такая прелесть кисленькая сахарочек добавить вот и расстаемся с городом бродяг мы уходим вряд ли когда сюда вернемся наверное не часто люди посещают это место 40 назад судя по следам все прощание мог шпагнум сухой сухой трещит по нему наступаешь он так мягко идти вниз вообще прелесть такая дорога ровненькая асфальт можно сказать спускаться одно удовольствие да без отдыха спокойно мягко оккурунник тоже удовольствие маленько прыгаешь как и кулиберист в общем получается как-то игра называется последний герой или опасные игры все препятствия надо пройти вот интересная история жужжат жужжат никто не кусает летает пара комаров один паут и куча каких-то мушек создают этот фон вот так сейчас тихо спокойно а вот это кабарга сделала лёха говорит что я нас испугу может быть это мы ее испугали когда шли дождик ночной ливанул сразу как только мы купили чай не успели как следует накрыть палатку немножко подмокли но в общем переспали нормально с подсушимся и вперед пешочком 25 километров 10 миллиметров как лёха до базы заканчивается у нас поход в город бродяг